Пропавшая девушка, о загадочном исчезновении которой мы рассказывали несколько дней назад, найдена. Оказывается, ее похитил насильник и 10 дней держал ее связанной в подвале своего гаража. Это не просто гараж в Прёкском районе. Подвал там был оборудован для удержания жертв и сексуального насилия. Освободили девушку сотрудники полиции и Следственного комитета. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета России, оперативными сотрудниками Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду и ГУ МВД России по Нижегородской области, местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Прёкском районе города Нижнего Новгорода. В настоящее время следователи Следственного комитета проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашивают девушку, назначают экспертизы. 23-летняя девушка, я напомню, пропала 24 августа. В интернете она познакомилась с мужчиной, он пригласил её в ресторан, подъехал к её дому на рейндж-ровере. Как потом выяснилось, номера на машине были поддельные. Видимо, он готовился к похищению. Но девушка этого знать не могла и спокойно села к нему в машину. О её пропаже сообщила её подруга, которая сказала, что Лиза сутки не выходит на связь. Занимались правоохранительными органами камерами, с камер получили свиньи автолобили. Ну, банально куда-нибудь в рабство отправить, банальное похищение человека, потому что она больно, хорошо собой. Девушка молодая, в принципе, там симпатичная. Она вела, мне кажется, вопрос такой ночной жизни больше. Конечно, если там говорили, что машину её вывезла с номерами, то однозначно вывезли, значит, далеко не порядочные люди. Поэтому здесь однозначно что-то выложили. С вечера 24-го телефон абонент временно недоступен. Я каждый день набираю её номер и всё в ответ. Абонент недоступен. Как потом выяснилось, похитил девушку Сергей Свешников. 24 августа он держал её в подвале своего гаража. Подвергал насилию, а как быть дальше, не знал. Он понимал, что его в конце концов найдут и решил бежать. 1 сентября он уехал из Нижнего Новгорода в неизвестном направлении. Он семьянин, у него есть дети, и его жена думала, что он пропал. Вместе с волонтёрами занималась его поисками и распространяла видеообращения в интернете. Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа, потому что нашли, что по камерам он появлялся на улице. Это 40-летие Победы, дом 17 и в 3 километрах в радиусе от этого места. Большая просьба помочь, приехать. И вот поиски пропавшего Сергея Свешникова привели к неожидным результатам. В его гараже была найдена связная девушка, которая рассказала о похищении и насилии. Сергей Свешников – директор крупной фирмы, занимающейся поставкой и монтажом электрооборудования. Мы пытались поговорить с его коллегами. Добрый день, телевидение? Никаких комментариев. А где сейчас находится Свешников Сергей? Здравствуйте, а поговорите с нами, пожалуйста, где сейчас находится Свешников Сергей? Почему он девушку держал в подвале? Директор фирмы Свешников Сергей. Нет, не в курсе? Он просто девушку похитил, ее нашли в подвале сегодня. А, нет, не знаю. Вы знаете, его ищут сейчас. Не знаю. Сергей Свешников и люди, которые с ним сталкивались, характеризуют как человека конфликтного. Последний объект, на котором мы увидели, 1 сентября – это строительство электроподстанции во дворе дома в Автозаводском районе. Ну, я вот издалека видел, он подходил, смотрел там в яму. Ну, видать, что-то тут они курируют эту буту, да? Ну, похож он, да, потому что он приезжал вот тут вот, смотрел, что подел в рубашку. Ты просто его видел вот здесь. И стояли Мерседесы? Ну, Мерседесы, БМВС. Мы его утром видели, он завершал объект на нашем дворе. Костюм тоже, как указан. Я потом уже прочитал, что синий костюм. Матография, он в этом костюме. Ханский себя вел. Ну, вот. Но он мне подозрительно показался. У него взгляд такой хмурый, дерзкий, что ли, так сказать. Он мне тоже перешел дорогу. Он у меня всячески пытался. Ну, руками, конечно, он не махал, ничего. Он снимал его на камеру. Вызывал для меня сотрудников ППС. В контакт он выходил сегодня утром. Я посмотрел. На его страничку выходил. Поэтому он в сети. Живой, здоровый. Ну, боится чего-то. Ну, просто так. Люди не убегают. Правильно? Кстати, на данный момент Сергей Свешников находится в бегах. Против него возбуждено уголовное дело по статье похищения человека. С его жертвой работают врачи и психологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова